Привет, друзья! Анализируя замочный рынок, иногда диву даёшься, сколько выпускается копий того или иного замка. В частности, мне удалось насобирать несколько копий популярной модели замка Guardian, модели 1001. Это одна из самых младших моделей нашего производителя. Выпускается уже, наверное, больше 20 лет. Замок обладает некоторыми характеристиками, о которых мы поговорим ниже. А также мне удалось найти замки фирмы Rigger, замок фирмы DK, чтобы это не значило, и замок фирмы Galleon. Общее у этих замков одно – это посадочно-присоединительные места. Все они были скопированы с Guardian 1001. Давайте попробуем как-то сравнить их. Возможно, некоторые из зрителей задаются вопросом, а зачем вообще нужны клоны? Тем более, что замок, рассматриваемый Guardian 1001, он же копеечный на самом деле. В рознице 800 рублей стоит. Когда ты покупаешь у производителя коробками или ведрами, как я люблю говорить. Но это же вообще какие-то копейки. Тем не менее, китайцы зачастую могут предоставить более дешевый продукт. А поскольку, как полезное изобретение, Guardian 1001, видимо, не зарегистрирован, раз появилось только копий. Возможно, тот период времени, когда он разрабатывался и не требовалась регистрация. То копировать его могут все, кто желает. Давайте посмотрим, к чему приводит копия, как для потребителя, так и для производителей дверей. Ведь в первую очередь, заказчик этих замков кто? Производитель дверей, который хочет под свои станки, которые уже вышибают двери с посадочно-присоединительными размерами под конкретный замок, которые хотят внести удешевление в стоимость конечной продукции. Это мой первый опыт в подобном видеоматериале. Поэтому, если где-то буду неверен или ошибусь, прошу меня поправлять. Итак, Guardian представляет собой небольшой врезной корпус. Присутствуют отверстия только для торцевого крепления, что и понятно для такого маленького корпуса. Ключи выполнены из латуни. Работает привычно четко, чуть-чуть жестковато. Обеспечивается такая работа достаточно мощными проволочными пружинами. Замок марки DK. Ощутимо легче. Прямо на порядок. Хотя руки являются не самым точным измерительным инструментом. Существенно меньший вес имеет DK. Посмотрим, как работает. Да, ну и надо сказать, что ключи сразу же видно сделаны из то ли алюминиевый сплав, то ли стальной. Пойду за магнитиком схожу. Так, магнитик. Ключи не магнитятся. Ключи, по всей видимости, сделаны из какого-то алюминиевого сплава. По понятным причинам сделано для удешевления. Понятно, что сплав более мягкий, а значит, на нем будет быстрее появляться износ, как нарезок на ключе, так и в месте позиционирования в корпусе. Ключники знают, что одной из причин некорректной работы ключа и замка в целом является вот такие вот продольные пазы, углубления, которые появляются от работы ключа. Ведь когда ключ выставляется в скважину, он как раз позиционируется здесь и с обратной стороны. Ну, работает ничего, мягенько. Замок марки Rigger. Присоединительные места аналогичны. Всё аналогично абсолютно. Ключи выполнены всё из того же мягкого сплава. О, как мягко работает. Совсем мягко работает. Обратите внимание, как позиционируется. Если быть точнее, стойка является направляющей для хвостовика засова. Вроде работает. Ну и замок марки Galeon. Здесь мы видим более симпатичное покрытие. Знают производители, что наш человек чаще смотрит на внешний вид. Поэтому красивая торцевая планка является одним из факторов продвижения продукции. И ключики, кстати, хромированы. Не никелированы, а хромированы. Но, по всей видимости, тоже сделаны из мягкого алюминия. Что отрицательно скажут настройки службы. Вроде работает. Итак, ну давайте глянем, что у нас прародители внутри. Вот что я забыл. Надо бы их взвесить. Ради интереса, сколько весит. То есть, металлоёмкость померить. Оригинального замка и копий. Давайте попробуем это сделать. Возьму свои видавшие виды весы. Итак, попробуем померить. Правда, из Garden я уже винты открутил. 576 грамм. Риггер. 441 грамм. ДК или СК. Непонятно. Вроде как ДК. 430 грамм. И Галеон. 445 грамм. Так, всё это говорит о том, что где-то чего-то уменьшили. Попробуем глянуть где. Но начнём с прародителя. Итак, что есть Guardian 1001? Это классический шестисувальдный замок. Обращаю внимание, что стойка у него выполнена из калёной стали. При этом стойка имеет противоотмычный паз, а сувальды имеют ответный паз. При попытке интеллектуального вскрытия манипуляционными методиками пазы сувальды будут заходить в пазы на стойке хвостовике засова. И эта защита, она реально работает. Казалось бы, замочек шестисувальдный, если раньше эти замки, ну там, допустим, 15 лет назад, они открывались примитивными двумя крючками, то теперь замки с такими защитами и крючками принципиально не открываются. Ну, достаточно классический шестисувальдный замок. Я не знаю, что о нём можно тут рассказать. Секретность обеспечивает шесть сувальд. А, знаете, чем грешат китайцы? Они грешат зазором в проходном пазе и хвостовике засова. Давайте попробуем померить проходной паз. 5,1 я намерил. При этом хвостовик засова у нас четыре с половиной. Это получается шесть десяток на обе стороны, три десятки технологический зазор сверху и снизу. Ну, он, наверное, хороший. Вообще, почему, наверное, вообще во всех итальянских замках, на которых многие любят сегодня кивать и ориентироваться, зазор в проходном пазе точно такой же. 0,3 на сторону или 0,6 общий. Ну, хорошо. Классический. Классический Гардиан. Отставим его пока в сторону. Попробуем разобрать, допустим, Риггер. Внешне, казалось бы, ничем не отличается. Глянем. Да, скопирован. Очень тонкая крышка в сравнении с Гарденом. Ради интереса, сколько у Гардена толщина крышки. 1,9 мой показывает. А у Риггера 1. Вот миллиметрик убрали с крышки. Соответственно, у Гардена есть углубление под шляпки винтов, а у Риггера на миллиметровой стали этого делать нецелесообразно, поэтому углублений нет. Так, что первое бросается в глаза, товарищ, это пустотелые Ригеля. Сейчас мы до них доберемся, посмотрим, что там за Ригеля. Так, 6 сувальдов. Да, ну и сразу видно отсутствие противоотмышленных пазов на стойке и на кодовых выступах сувальд. Обратите внимание, какой формы кодового выступа сувальд. Они трапециообразные и сама стойка сделана закруглением. Для чего это делается? Для увеличения срока службы замка. И может быть отчасти из-за того, что оборудование может сделать более точные детали, поэтому требуется компенсировать вот это отсутствие точности. Что нам дает вот эта трапециевидная форма кодового выступа? Ну, во-первых, вкупе с отсутствием противоотмышленных пазов это все будет гораздо проще. Вернее, просто открываться достаточно примитивными двумя крючками. Увы и ах. Во-вторых, трапециообразная форма кодового выступа, она дает отличную обратную связь при манипуляционном вскрытии. То есть сувальды как бы сами залазят на стойку. Очень приятно открывать такие замочки. И наверняка, если стойка покрыта никелем, наверняка она не каленая. Сувальды разделены пуклевками. Вот такой вот засов. Можно и так делать. Смотрите, насколько меньше металла. Снаружи ничего не видно, замок замком. Как они его так точно глушат? Снаружи. Пойду я, пожалуй, на наждаке по нему пройдусь и щеткой по металлу, чтобы рассмотреть, как они так заглушили. По факту, пустотелые ригеля требуют меньше материала, удешевляют продукт. Ну и непонятно, какие нагрузки они будут выдерживать при попытке выламывания двери с таким замком. Так, удалось поиздеваться над засовом. Подумал, что здесь заглушено. Оказалась вот такая байда. То есть здесь какая-то толщина металла есть, может быть там 8 миллиметров. А дальше идет пустота. И, видимо, это в первую очередь сделано не для экономии металла в данном случае, а из-за производства необходимости. То есть у конкретного производителя замков, у него, видимо, нет оборудования, которое позволит крепить ригеля по-другому. Поэтому на хвостовик засова они надевают вот такую правставку, я не знаю, как ее правильно назвать, которая чуть больше размер, чем внутренний диаметр просверленного отверстия в ригеле. И ригель потом запрессовывается на эту штуку. Вот такой вот метод крепления. Так, ну и чё, ещё давайте померяем зазор в кодовом пазу. Здесь проходной паз 6 миллиметров, а стойка 4,9. То есть зазор 6 десяток на сторону. В два раза больше, чем у Guardian. А если технологический проход... Так, высота... Разность высот. Попробуем понять, какая. Один миллиметр. Один миллиметр при зазоре 0,6. То есть при износе на 0,4 миллиметра ключа купи со стержнем будет открывать соседний секрет. Ну хорошо. Теперь, допустим, галеон. По размерам шляпок винтов можно сказать, что к производству замка подошли серьёзнее. Шляпки большие. Ещё это галеон. Сделаны вот такие вот технологические отверстия снизу. Непонятно для чего. Возможно, для того, чтобы влага стекала, что ли. Не знаю. Так, крышка тоже, по всей видимости, тонкая. Да, 1,1 у меня показывает штангель-циркуль. Так, это я вместе ключевой скважины в штамповке мерил. 1,1. Здесь почему-то сувальды у него собраны общим пакетом. Шесть штук друг на дружке висит. И, кстати, обратите внимание, что засов каким образом сделан? Хвостовик засова загнут, и потом к нему приклёпаны ригеля. Такая форма при полном выходе засова, при попытке выламывания, засов будет гораздо более интенсивнее загибаться в сторону, ну, погибу. В общем-то, понятно. О, смотрите, что нашёл. Ну, что, в общем-то, ожидаемо. Если в той копии ригеля пустые, почему мы должны тратить на это деньги? Здесь мне очень интересен зазор тоже в проходном пазе. Здесь 6,4, а сама стойка 5. Ещё больше зазор. Полтора миллиметра, то есть или 0,8. Вообще, соседний секрет ключа может открывать. Удивительно. Здесь уже видите конструкцию сувальда какая? То есть, видимо, штамповочное оборудование используется более примитивное, чем и предыдущие копии. Да, зазор, конечно, совсем большой. Ну, и понятно, что ни стойка, ни кодовые выступы сувальда не имеют противоотмышленных пазов, и они также сделаны с закруглением. Сделано это для того, что когда замочек начнёт ещё чуть-чуть где-то поизносится и подзаедать, чтобы стойка сама пролетала при некотором зацепе, а кодовые выступы. Ну, в общем-то, примерно так же будет работать и инструмент по интеллектуальному вскрытию. А чё с ригелями здесь? Пойду проверю на наждаке. В общем, ригеля здесь сделаны по такому же принципу. То есть, начало у них полнотелое, а через сантиметр начинается пустотелая трубка. Видимо, сделано это для того, опять, чтобы вот здесь вот расклепать и присоединить к зубчатой гребёнке. Ну и следующий, что у нас? А следующий у нас ДК или СК. Ключи ноунейм вообще. По принципу исполнения, смотрите, очень похож с галеоном. Во-первых, эти же пропилы снизу технологически, а во-вторых, выштамповка на ключевой скважине. Но здесь используются ещё более широкие шляпки на крепёжных винтах. Наверное, это будет самый серьёзный замок из нашего списка. Глянем. Итак, абсолютно идентичная с предыдущим образцом вариант. Те же пустотелые ригеля, та же стойка, только стойка, мне кажется, как будто бы больше здесь. Да, она по размерам побольше. А какой проходной пас? Кстати, крышка такой толщины, да? 1 и 1. Так. Сувальды, сувальды. Проходной пас и стойка. Понятно, что опять никакой противоотмышленной защиты нет, но да бог с ним. 6,3. 6,3. 5,4 миллиметра, грубо говоря, зазор по 0,5 на сторону. Ну вот примерно и всё, друзья, что я хотел сказать в этом случае. Если вы ищете какую-то более дешёвую альтернативу, даже пускай самому дешёвому замку, скорее всего вы его найдёте. И может быть даже он будет работать, но предположительно будет работать меньшее количество времени за счёт более дешёвых материалов, используемых при производстве. И скорее всего не будет иметь даже базового набора охранных свойств. Такой, как защищённая стойка от высверливания в виде калёного стержня и базовый набор противоотмышленных пазов. Хотя, казалось бы, вот вы делаете штампы под сувальды. Почему нельзя сделать их с противоотмышленными пазами? Ведь по работе примерно одно и то же. Но видимо технологически оборудование не позволит сделать замок, собрать его таким образом, чтобы и стойка имела противоотмышленные пазы сувальды. Вот. А на этом видео материал этот закончен. Если у вас есть ещё образцы замков Гарден 1001, поделитесь им, пожалуйста. Я смотрел, нашёл ещё два производителя, но мне просто не удалось их купить. Есть вопросы, комментарии? Оставляй под этим роликом. А на этом всё и пока. Субтитры подогнал «Симон»!